Пожалуй, самая грандиозная застройка, которой вплотную заняты и чиновники, и строители, развернулась в районе Орской трассы, где быстрыми темпами возводится микрорайон Нурак-Тубе. В прошлом году началось строительство блоков новых жилых домов по системе жилостроизбережения. Уже сданы 607 квартир. На стадии завершения 24 подъезда 9 этажек. В 2014 году в эксплуатацию сдадут еще 19 подъездов. Это 16-подъездный жилой дом или 16 блок-секций жилых домов по системе жилостроизбережения. В Нурак-Тубе. И 8-подъездный жилой дом, 8 блок-секций арендного жилья. Тоже финансируется по двум направлениям. По программе «Доступное жилье 2020», то есть для молодых семей с правом выкупа, и арендное жилье для очередников МИО. Позаботились власти и об инженерных сетях. 2,6 млрд бюджетных средств затратят на проведение к микрорайону различных коммуникаций. Отапливаться в Нурак-Тубе будет отдельной котельной, строительство которой уже закончено. Сейчас также разрабатывается проектно-осметная документация на строительство школы, рассчитанной на 1200 мест и садика на 320 детей. В новом микрорайоне будут также своя поликлиника, парк и сквер. В текущем году в микрорайоне Батыз-2 появится современный бассейн. Стройка финансируется областным бюджетом. В бассейне будет 10 плавательных дорожек по 50 метров, трибуны для зрителей. Стоимость объекта около 1,5 млрд тенге. Сдача запланирована на ноябрь. Сейчас на госэкспертизу отправлена и документация по строительству ледового дворца, который расположится также в микрорайоне Батыз. Именно там дети круглый год смогут заниматься не только фигурным катанием, но и другими зимними видами спорта. Не забыли чиновники выделить деньги и на реконструкцию тепловых сетей Трансэнерго и Акбулака. У нас предусмотрена реконструкция и капитальный ремонт объектов АО «Акбулак». Это реконструкция магистральных водоводов, это реконструкция канализационных сетей, которые находятся в городе. Вот такая у нас работа проводится. Сейчас разрабатывается проект на смертной документации семи объектов образования. За новые парты сядет ребятня из Заречного 4, 12 микрорайона и поселка Куршасай. К тому же идет реконструкция детского садика «Умыт», который расположился в бывшем здании Департамента юстиции. В ноябре это дошкольное учреждение распахнет двери для 150 детей. Резация Киева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».